Самые теплые и удобные месяцы года для посещения Казани – с июня по август. Казань принимает наибольшее количество туристов в течение этих месяцев, поэтому обязательно нужно заранее забронировать автомобиль на прокат. Русские и татарские языки являются наиболее распространенными в Казани. Водитель должен ожидать, что многие дорожные знаки будут на обоих языках. Валютой России является рубль. В то время как крупные магазины с большей вероятностью принимают кредитные карты, рестораны и небольшие магазины будут принимать только наличные. В городе можно воспользоваться многочисленными банкоматами, чтобы при необходимости иметь наличные деньги под рукой. Обратите внимание, дорожная инфраструктура в Казани довольно развита, что делает город легко доступным для вождения автомобилей приезжим гостям. Как правило, туристы рекомендуют избегать вождения в часы пик. В рабочие дни дороги особо загружены. Стоимость парковки в Казани зависит от времени и места. Турист может бесплатно припарковаться на улицах по воскресеньям и официальным праздникам. В любое другое время придется заплатить за парковку. При этом, гости могут использовать специальное приложение «Мобильная парковка». В дополнение к действительным водительским правам для поездок по всей России рекомендуется международное водительское удостоверение. В то время как минимальный возраст для вождения в России составляет 18 лет, приезжий гость может взять авто на прокат лишь если достиг возраста 21 лет. Получить комфортабельную машину можно у аэродрома. К оплате за аренду, компании принимают кредитные карты Visa, MasterCard, Omegas. При отсутствии банковской карты, клиент может оплатить банковским переводом. Все нюансы можно обговорить с менеджером компании. При этом, гостям предоставляют детское кресло, если есть пассажир-ребенок, и GPS-навигатор. Этот дешевый сервис можно заказать на сайте. Недорогой прокат автомобилей в Казани Тарифы, документы для оформления аренды аренды автомобилей в Казани обычно начинаются от 28 долларов США в день. Аренда авто без водителя, предлагаемая многими компаниями на территории Казани, выгодна по многим причинам. Прокат машин осуществляется по доступным тарифам, обеспечивается страховка, дается неограниченный пробег и удобное для клиента время пользования, от одного дня до месяца. Аренда авто в Турции важно. Прокат автомобилей доступен в пяти местах по всей Казани, включая Международный аэропорт Казани, КЗН, и центр города. Перечень предоставляемых в прокат автомобилей можно посмотреть на официальном портале. Клиенты могут выбрать модель эконом, бизнес и элит класса, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей. Все машины находятся в идеальном рабочем состоянии и поездки на них комфортны и приятны. На новых автомобилях не установлен газета. Оформление документов, чтобы получить машину, необходимо предоставить необходимые документы. Физические лица должны предъявить компании водительские права и документ, удостоверяющий личность. Представители учреждений должны предоставить учредительные документы, заверенную копию и паспорт. Аренда авто, Ираклион, важно. При заполнении анкеты, водитель должен указать данные своих документов, стаж вождения и цель аренды машины. ТОП-10 компаний аренда авто на Родосе Здесь перечислены топовые компании, которым доверяют многие клиенты. Феникс. Аренда легкового автомобиля в нашей компании – это выборы существующего на сегодняшний день парка автомобилей, широко представленного отечественными и иностранными марками. На сайте компании «Феникс» представлена любая иномарка на выбор – ВАЗ, Хонда, Киа, Хиндай, Сузуки, Деу. Город Казань. Улица. Чернышевского, 43 вторых тел. Плюс семь, восемьсот сорок три, двести девяносто семь, ноль один, восемьдесят восемь европрокат. Аренда авто на сутки в данной компании – это гарантированное получение автомобиля в отличном техническом состоянии. Оформление документов на прокат автомобиля осуществляется всего лишь за десять минут. Г. Казань. Улица. Чистопольская, 23 тел. Плюс семь, восемьсот сорок три, двести пятьдесят восемь, пятьдесят семьдесят семь на прокат.ру. Перемещение по такому большому городу, как Казань, без автомобиля – задача не из легких. Потому автопрокат в Казани – очень востребованный сервис. Он может быть полезен в самых различных жизненных ситуациях. К примеру, при деловых командировках из других городов или в случае пребывания в ремонте собственного авто. Ежедневно заказывать такси для важных встреч занимает много времени. Аренда машины в Казани – это возможность для людей – сэкономить драгоценное время и деньги. Важно, кроме прочего, компания делает выкуп различных автомобилей. Город Казань. Улица. Чистопольская, 9 тел. Плюс семь, восемьсот пятьсот пятьдесят пять, девятнадцать, ноль пять, автофаворит. Аренда авто в Казани осуществляется по самым низким ценам. В том случае, если намечается свадьба либо другое торжество, компания может предоставить машины на любой вкус. Город Казань. Переулок. Дорожный, 3 тел. Плюс семь, восемьсот сорок три, двести шестьдесят, девяносто шесть, девятнадцать, авто девятьсот девяносто четыре. Казани аренда машины для свадеб и деловых поездок улица. Том Гизата, дом 3 тел. Плюс семь, девятьсот двадцать семь, двадцать четыре, сорок четыре, девятьсот девяносто четыре, авто восемьсот двадцать восемь. Аренда легкового автотранспорта доступна у компании «Авто-828». Взять удобную машину на прокат в Казани можно по следующему адресу, улица. Сибирский тракт, 34. Тел, плюс 7, 843, 216, 77, 28, каршеринг. Первый каршеринг в Казани, город Казань, улица, Чистопольская, 9 байтов тел, плюс 7, 843, 245, 48, 11, Лада. Прокат автомобилей ВАЗ по низким ценам. Город Казань, улица, Читаева, Тел, плюс 7, 843, 251, 78, 61, Рентомобиль. Российская компания занимает первое место по аренде и прокату автомобилей любой категории. Прокат легковых машин в Казани осуществляется круглосуточно. Город Казань, улица, Адарацкого, 61, Тел, плюс 7, 800, 700, 96, 16, 7 небо. Круглосуточный недорогой сервис предлагает клиентам огромный выбор средств для передвижения. Компания предоставляет транспорт для встреч и торжеств. В компании «Седьмое небо» в Казани можно арендовать машину представительского и бизнес-класса, кабриолет, автобус, автокран, поломоечный автомобиль. Город Казань, улица, Васильченко, 1, Корп, 153, Тел, плюс 7, 927, 249, 54, 65. Основные преимущества и недостатки прокатных авто. Преимущества использования автомобиля с услугами водителя огромны. Начнем с того, что приезжим гостям трудно справиться с вождением авто в незнакомом городе. Улица достаточно широкая и с большим количеством переулков. Потеряться или поехать по неправильному направлению очень легко для тех, кто никогда до этого не был в этом городе. Наем шофера разрешает все эти проблемы и обеспечивает комфорт во время путешествия. Поэтому передвигаться на машины с водителем из одного места в другое очень удобно. Сертифицированная компания предоставляет также прокат автомобилей с водителем. Профессиональный водитель с многолетним опытом доставит гостей в любой уголок города. Все машины, представленные в автопарке оснащены самым высоким стандартом, который позволяет наслаждаться поездкой. Обратите внимание. Аренда авто в городе Казань без водителя имеет и другие преимущества. Например, можно сэкономить деньги на поездках на такси. При этом турист может позволить себе сесть за руль роскошного авто и поехать в любое место. К недостаткам аренды автомобиля можно отнести нюансы заполнения договора. Оформление документов доставляет немало хлопот. Существует риск потери денег при заполнении некоторых документов. Физическое лицо сталкивается с рядом проблем, связанных с документами. Другой фактор, связан с неблагоприятными погодными условиями. Некоторые компании могут оштрафовать, если машина окажется грязной. В завершение следует отметить, что при аренде автомобиля в чужом городе, необходимо внимательно изучить компанию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...